Всем привет! Сегодня наша программа «Маршрут построен» отмечает свой первый юбилей. У нас пятый выпуск. Мы рады, что вы нас смотрите, комментируете наши выпуски и не остаетесь равнодушными. Сегодня в выпуске вы узнаете, что делать, если ваш автомобиль эвакуировали, где искать машину и в какую сумму обойдется незапланированная поездка на эвакуаторе. Электромобили в Курске. Насколько популярен этот экологичный вид транспорта и в чем его особенность. Самые актуальные автомобильные новости. Номера на электросамокатах и в каких случаях выплатят страховку за ДТП с животными. Пожалуй, один из кошмаров каждого автомобилиста не найти свою машину на том месте, где она стояла. Как правило, в голове возникают две картины. Машину угнали, либо эвакуировали. Что делать в такой ситуации? Куда обращаться и где искать железного коня? Люди должны обратиться сразу в держанную часть по номеру телефона 36701 или же 36702 сообщить, что их недосредства отсутствуют. Тут они поставили в ГИБДД сообщат, где эта машина стоит, на какой стоянке стоит. Человек обращается на стоянку, приезжает, забирает. Если документы находятся в машине, забирает документы с машины. Потом вращается обратно в ГИБДД, в инвестиционную практику, берет разрешение на выдачу. Приезжает обратно на стоянку с разрешением, оплачивает услуги эвакуатора хранения. Либо сразу, либо по квитанции, как ему будет удобно. И забирает в трассу средства. Обычно на штрафстоянку машины попадают после того, как их владельцы припаркуются вне правил. Однако чаще всего злостными нарушителями являются водители в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В таком виде автомобилист, конечно же, не может продолжить движение. За что потом поплатится не только крупным штрафом, но и рублем за эвакуацию машины. На данный промежуток времени, на 2024 год, установлен тариф по перемещению и хранению задержанных средств на территории города Курска. Значит, за эвакуатор 2430 рублей. Если это происходит за чертой города, плюс туда будет еще идти километраж, а это 27 рублей за каждый километр. Хранение задержанных средств категории B 57 рублей 50 копеек. За каждый час нахождение ТС на специализированной стоянке. Процесс эвакуации сегодня автоматизированный и не несет никаких рисков для владельца транспортного средства. Причем неважно, какая коробка передач, механическая или автомат, погрузка пройдет в штатном режиме. Погрузка автомобиля происходит при помощи гидравлической платформы выдвижной. Мы подъехали к машине, аккуратненько подсунули под нее платформу, то есть не причиняя машине никаких повреждений, зафиксировали ее на платформе, загрузили и повезли на штрафстоянку. В интернете часто пишут, что если выкрутить колеса и заблокировать руль, эвакуировать машину не получится, либо же в процессе эвакуации транспортное средство сломается. На нашу спецтехнику это не повлияет, потому что у нас сплошная платформа, то есть это нам никаких неудобств не причиняет. Мы смело ее загрузим и увезем. Согласно ПДД, машину нельзя эвакуировать, если в салоне находятся люди. Но есть и хитрые водители, которые идут на любые уловки, только чтобы не отдавать свое авто. Ну, чтобы прятались, не было такого. Ну, просто как... Бывало, что становились перед платформой, кричали, что это рейдерский захват, машины не отдавали. Бывало и такое. Бывало, цыгане сажали детей в машины, чтобы машину не забрали. И такое бывало. А так, в основном, люди адекватные и относятся спокойно. По статистике нарушителей, чаще всего люди, которые оставили машину в неположенном месте на 10-20 минут. Самое обидное, когда документы на авто остались в транспортном средстве. В таком случае, чтобы забрать своего железного коня, потребуется немного больше времени. Если документы у собственника или у человека, который попал в машину сюда, и документ находится в его транспортном средстве, может без вопроса зайти на стоянку, наш сотрудник пройдет с человеком, заберет документы, сотруднику заставит, что это на самом деле его машина, и тогда все, заберет свои документы. Никаких проблем, ничего нет с этим. Наученные горьким опытом водители выбирают платную стоянку и больше не рискуют бросать машину в неположенном месте. Судя по нашему опыту нашей работы, я вам скажу, что мера эвакуации транспортного средства, она более сильнее действует на нарушителя, чем ежели оплатить штраф. Просто штраф. В другом случае человеку пристал платить и штраф, и издержки за перемещение и хранение данного транспортного средства. Также в городе уже почти год работает муниципальный эвакуатор. Процесс оформления следующий. О брошенном авто сообщают в единую службу ЕДДС, сотрудники которой связываются с ГИБДД. По запросу госавтоинспекторов эвакуатор выезжает на место. Там выписывается штраф и заполняется акт, после чего автомобиль грузят и отвозят на спецстоянку. Муниципальный эвакуатор работает в зоне действия знаков, где запрещены стоянка и остановка. Также эвакуатор вправе забрать на штрафстоянку автохлам. Во многих дворах есть брошенные машины, которые по несколько лет стоят без дела и мешают. Чтобы такое авто увезли, можно оформить соответствующую заявку. Машина-провокатор, электричка, умный гаджет или просто домашний питомец, который нет-нет, да и попросит подкрепиться электричеством. Все это об электромобиле. Его история насчитывает без малого 200 лет, однако до сих пор он пытается занять свое место в мире транспортных средств. Олег, расскажите, как долго вы уже являетесь владельцем электромобиля? В чем плюсы и минусы такой машины? Владея автомобилем порядка 5 лет, плюсов больше, чем минусов, начиная элементарно с обслуживания, эксплуатации, экономии на передвижении. В среднем порядка 100 километров обходится в 70, не больше 70 рублей это днем, а если по ночному тарифу заряжать автомобиль от медленной зарядки за 5 часов, выходит 50 рублей. То есть существенная разница 10 литров бензина и стоимость киловатт. Обслуживание зимой, то есть машина стоит прямо под окнами, она не прогревается, не чадит, не коптит, тихая. На кнопку нажал и поехал. Ну что, поехали. Машина достаточно тихая, имеет впереди специальный динамик, сигнализирующий окружающим, что что-то происходит, что-то шумит, гудит. По сути дела, как девайс телефонный, не знаю, кому как будет проще понимать эту технику. Налогов, слава богу, нет, но это обосновывается тем, что у нас нет практически инфраструктуры. По Курску не более 10 зарядных станций, даже по Курской области в том числе. Даже, насколько я знаю, по городу их 5-6, наверное, зарядок, про область, ну там совсем. В области практически, их нету практически, то есть на выезде из Курска в сторону Москвы стоит зарядка, и в Железногорске, и в Курчатове все, по-моему, больше нигде не стоят на соединяющих магистралях, поэтому путешествовать на таком автомобиле проблематично, только с автомобилем больше емкости батареи. Вот, кстати, о путешествиях. У вас только электромобиль. Что делать, если хотите там попутешествовать, я даже не говорю, там по Курской области, а куда-то подальше, поехать, например, на море, что делать? На поезде. То, что сэкономил, то и потратил. А как вообще пришли к такой идее купить электромобиль и пользоваться? Ну, в первую очередь, лично для себя я рассматривал таком номер денежных средств на бензине и обслуживании. Каждые в среднем 7 тысяч километров нужно заменить масло, фильтра и так далее. Электромобиль лишает этой возможности экономить деньги. Плюс бензин, он разного качества бывает. Электричество его сложно подделать. А что касается каких-то проблемных мест? В электромобиле, допустим, в обычной машине может сломаться какая-то деталь, это все долго нужно ждать. Что делать с электромобилем? Есть какие-то слабые места? По личному использованию ничего не ломается, к сожалению. Наверное, для кого-то, для производителей запчастей автомобиль достаточно надежный. В принципе, какие-то моменты хотелось бы улучшить, но их дорабатывают. То есть идет модернизация в основном батареи и все. То есть если в автомобилях с традиционным двигателем внутреннего сгорания увеличивают объем двигателя, чипируют и так далее, здесь этого не производят. Просто увеличивают емкость батареи, либо дополнительные ставят, либо перепаковывают. Себестоимость немаленькая, но те, кто этим занимаются, видят в этом определенные плюсы. Я так понимаю, что аккумулятор – это своеобразная боль владельцев электромобилей. Он же, когда, скажем так, его жизнеспособность закончится, нужно менять целиком аккумулятор, и это немалые средства. Насколько примерно его хватает, если, допустим, взять, как и многие, был автомобиль? Ну, по аналогии, если провести, в среднем, если машина проедет порядка 200 тысяч километров, любой бензиновый двигатель также потребует обслуживания. Это замена поршневой группы, цепи, ремни, свечи, ГРМ и так далее. По сути дела, по аналогии и меняется система питания автомобиля. Только небольшой плюс в электромобилях, когда батарейка заканчивается, она полностью не умирает. Она оставляет какой-то определенный запас заряда, который можно использовать с ветрогенерацией и солнечной панели, когда ребята подключают и используют в местах, где связь, либо где труднодоступно подвести просто электричество физически. Если двигатель внутреннего сгорания, не дай бог, там, ну, бывает, заклинил двигатель, все, машина не поедет. Если в электромобиле закончилась батарейка физически, то, ну, как минимум километров на 100 машину может хватить, если у нее запас хода раньше был 300, батарейка сдеградировала, ну, у нее в среднем 100 километров. То есть, по сути дела, это, ну, безотходное производство и использование электромобиля. Вот, кстати, что касается зимы. Обычно, там, автомобилисты отапливаются печкой. Как это все происходит в электромобиле? Для простого понимания аналогия с простым феном электрическим. То есть, есть система сухого фена, есть система холодильника наоборот. То есть, холодильники вы открываете, внутри холодно, а сзади холодильника двигатель и теплообменник выдает тепло. То есть, по сути дела, когда вы летом используете, пользуетесь кондиционером, а зимой, наоборот, вы пользуетесь теплом, которое отдал хладоген, и в машине тепло. Вот, 84 километра, ой, 84 процента, это прогнозируемый пробег. Если мы включим печку, ну, меньше, чем на 10 километров уменьшится пробег. А в плане расхода аккумулятора? Да, есть определенные неудобства в этом плане. Машина проезжает процентов зимой на 10 меньше. Но, опять же, какая зима? Есть зима минус 30, есть зима минус 5. То есть, что-то среднее минус 10, в принципе, машина себя оправдала вполне достойно. Любой электромобиль, будь то японский, будь то корейский, немецкий, без особой разницы. Ну, вот, если по городу ездить, там, то есть, от работы, до дома и обратно, ну, в среднем это расход будет, ну, не больше 40 километров, плюс там в магазин заехать, еще куда-то. Как часто надо заряжать автомобиль? От ваших потребностей. Если вы проезжаете в день 80 километров, практически каждый день можно заряжать. Если вы проезжаете в среднем километров 20 в день, то на неделю вам машины хватит. Да, как с хорошим смартфоном. Абсолютно верно. Отсюда от ваших потребностей. Я так понимаю, вы заряжаете свой автомобиль дома от обыкновенной розетки? Да, абсолютно верно. Фаза 220 вольт, однофазный, за 5 часов по ночному тарифу машина заряжается, не перегружая электрическую сеть. То есть, выставляешь таймер зарядки автомобиля после 12 часов, то есть, когда основной пик потребления электричества снижается, и машина потребляет, не напрягая сеть. То есть, в машине есть что-то, да, какое-то устройство, чтобы ты, скажем так, отложенный старт выбрал? Да, даже чуть-чуть поумнее смартфона. Не могу не спросить про финансовую сторону вопроса. Ну, допустим, сколько вы платили за электричество до того, как стали заряжать машину, и теперь, когда вы заряжаете ее дома? Тут, вернее, сравнивать, сколько я раньше платил за бензин и не платил за электричество, и сколько я стал платить за электричество, не платя бензин, сопоставить, ну, наверное, 1 к 8, это точно. То есть, в 8 раз дешевле. На существенную экономику. Да, то есть, по городу средним машина потребляет зимние и летние циклы, ну, если округлить, пускай 10 литров на 100 километров. На нынешнюю цену порядка 450 рублей за 10 литров. Соответственно, 100 километров на электромобиле стоит порядка 70 рублей, не более. Если еще по ночному тарифу, то это порядка 50 рублей. Даже меньше стаканчика кофе. Абсолютно верно. Плюс электромобилей, кстати, для дам в том числе, нету коробки передач. То есть, газ, тормоз, все примитивно. И редуктор потребляет масло раз в 50 тысяч, буквально 1 литр или 1,5. А как вообще происходит ТО электромобиля? И где вообще? Сами? Кроме замены резины по сезону, замены, скажем так, подлива, омывательной, вымывательную систему, незамерзайки или воды, и больше, в принципе, ничего. Какая прелесть. Как это удобно. Вот этим и пользуемся. Я понимаю, что электромобиль существует уже долгое время, но, понятно, для нашего города это, возможно, не такое популярное средство передвижения. Сколько у нас в Курске владельцев электрокаров? Порядка 200 машин было зарегистрировано 3 года назад. Сейчас этот момент, к сожалению, я отслеживаю, все очень быстро меняется. У нас, кстати, если обратили внимание, по городу теперь ездит электробус. Да. Вот, то есть город начинает осознавать необходимость в данном транспорте. Вот, пожалуйста, электробус едет. Логично, выгодно, удобно. Да. Возможно, за машинами с нулевыми выбросами в атмосферу наше будущее. Пока же такой вид транспорта только набирает популярность. Кстати, водители, которые опробовали электрокары, не хотят больше пересаживаться на традиционные автомобили. Друзья, всем привет. Давненько в нашей программе не было рубрики новости. Мы собрали небольшую подборку и уже готовы ее обсудить. Жень, давай начнем с тебя. С удовольствием. В Москве на электросамокатах, которые сдают в краткосрочную аренду, появились регистрационные знаки. Об этом заявила одна из кикшеринговых компаний. Так называемые номера внешне похожи на мотоциклетные, только меньше размером. Департамент транспорта столицы отметил, что сейчас в городе тестируют камеры на выявление нарушений среди электросамокатчиков. При этом камеры срабатывают не на лица пользователей, а на номера симов. Впрочем, пока такой способ обозначения своих устройств организовала всего одна компания кикшеринга. Может, инициативу подхватят и другие. Тем более, что есть решение властей столицы настроить камеры фото-видео фиксации так, чтобы привлекать к ответственности пользователей средств индивидуальной мобильности. Как это будет сделано, пока не совсем понятно. Но теперь хотя бы можно определить, кто сбил пешехода на тротуаре. Юристы уже тоже позитивно оценили такое нововведение, поскольку зачастую самокатчики сами причиняют вред на дороге. Они могут сбить человека, который в результате столкновения получит травму или повредит автомобиль. Но, как правило, после таких инцидентов виновники исчезают с места происшествия. Номера на электросамокатах помогут идентифицировать таких нерадивых водителей. Предполагается, что в этом сезоне в Москве все электросамокаты будут оснащены индивидуальными номерами. Слушай, интересно расскажу всем своим знакомым, которые живут в Москве и пользуются электросамокатами. Пусть знают. Госзнаки выполнены из гибкого износостойкого пластика. Размер в ширину не превышает ширину самоката. Индивидуальный номер устройства также легко распознать, как и автомобильный номер. Впрочем, инициатива хорошая, но впереди еще много работы. Помимо оснащения симов номерами сначала нужно сделать стандарт под такой знак. Настроить камеры, чтобы они его распознавали. Сделать так, чтобы устройства наблюдали не только за дорогой, но и за тротуарами. Ну и самое главное, такой транспорт нужно сертифицировать. Весной и летом традиционно возрастает количество повреждений машин от животных. Об этом заявляют страховщики. Порядка 70% столкновений транспорта и живности приходится на теплый период. Так, в прошлом году 42% аварий было связано с животными. Понятное дело, что неприятность может случиться на трассе, особенно на участках возле лесополос. Там еще обычно установлены соответствующие знаки. Но есть и частные случаи, которые также доставляют много хлопот водителям, в том числе финансовых. Так, в одной из деревень возле Уфы коровы вывернули открытую дверь автомобиля. Хозяин опрометчиво оставил ее открытой, пока возвращался домой за сумкой. Как итог, вандализм коров обошелся в 45 тысяч рублей. Вот рогатые. Однако, самый крупный ущерб в прошлом году зафиксировали в северной столице. Там произошел конфликт между котом и сворой собак. Кот решил спрятаться под припаркованное авто, а собаки пытались его атаковать с разных сторон. Ремонт хозяина автомобиля обошелся в 144 тысячи рублей. Но здесь стоит подчеркнуть, что страховые выплаты из-за ущерба, нанесенного животными, можно получить только по полису каска, в который включен этот пункт. К сожалению, ОСАГО такие случаи не покрывает. Время проверить свои знания. Предлагаем вам подумать и ответить на вопросы с билетов ПДД. Разрешается ли вам остановка за знаком? Разрешается. Разрешается только для посадки-высадки пассажира? Запрещено. Свои ответы присылайте в нашу группу ВКонтакте. СЕИМ КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ или в наш Телеграмм. СЕИМ НОВОСТИ КУРСКОЙ ОБЛАСТЬ. Друзья, соблюдайте правила парковки и будьте внимательнее. Настает теплый сезон и на дороге выезжают мотоциклисты и самокатчики. Увидимся через месяц. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!